Ощущения всегда субъективны, и то, что тебе кажется объективной реальностью, это все равно только кажется. Поэтому я не могу сказать, что я уделяю огромное количество какой-то новостям, но, безусловно, я достаточно хорошо информирована. Но влияет ли это как-то на меня, я оценить, конечно, не могу. На мои какие-то поступки или на мировоззрение, потому что, условно говоря, «Коробка», фильм, который мы сняли последним, он есть следствие все-таки моих размышлений и размышлений нашего режиссера, он же сценарист, о том, что происходит в мире. Условно говоря, те события на Манежной площади 2010 года, когда был конфликт между футбольными фанатами и представителем Кавказской диаспоры, после убийства одного из болельщиков, вот это вот меня, например, очень сильно задело, и его. И мы были незнакомы совершенно, но вот в какой-то момент нас представили друг другу, у него была заявка, а у меня был порыв сделать вместе с ним вот такое кино, и у нас все сложилось. Но, например, мой племянник и мой сын, вот сын через какое-то время сыграл в этом кино, потому что он уже учился на режиссуре, ему интересно было, значит, актерское дело, и при этом, при всем он проходил кастинг, и он вдруг оказался вполне подходящим для одной из ролей кавказцев. Но тогда, когда была Манежка в 2010 году, он еще был учеником школы, и он вместе с племянником, который тоже был учеником школы, сидел в кинотеатре художественном и смотрел кино. И мы, узнав с моей сестрой про события на Манежке, позвонили, им сказали, мальчики, вы там рядом с Манежной площадью, там ужас-ужас, пожалуйста, вы из кино прямо сразу в метро, и прямо вот сразу домой, мальчики, пожалуйста. Что сделали мальчики? Они вышли тут же из кино и пошли на Манежную площадь. Поэтому каждый использует информацию по-своему и для себя. Да, вот мальчики, которым было тогда по 14 или по 15, вот они получили от глупых мам информацию, да, и они тут же пошли на Манежную площадь, потому что им казалось, что вот история творится прямо сейчас, и они должны быть там. Это точно так же, как в 90-е, в 91-м, например, году, когда стреляли по Белому дому. То же первое, что мы сделали, это из тех редакций, из журфака, мы поехали, вот нам сказали, там стреляют, и мы поехали туда. Нам даже в голову не приходила мысль, что нас могут убить, потому что ничего плохого со мной произойти не может. Это априори дана вот эта вот мысль каждому человеку, потому что, ну как же так, я живу здесь, я живу сейчас, и жизнь прекрасна, не может ничего произойти. Мы все ломанулись туда, и мы знаем, что, конечно, не всех, но часть людей были убиты, задавлены там и так далее. Но когда творится история, тебе хочется быть ее свидетелем. Поэтому, с одной стороны, я не могу сказать, что мне кажется, что я там подбластна именно новостным программам и живу новостями, но отделиться от этого, безусловно, невозможно. И на какие-то новости есть абсолютно живая реакция. Вот я, например, недавно посмотрела в ночи фильм документальный про ярославскую команду «Локомотив», которая разбилась на самолете несколько лет назад. Вот я не помню, чтобы кому-то я так сопереживала с такой болью, вот как будто бы это мои родные люди. Я помнила, как один из них, один из этих ребят, был еще жив три дня, когда он вышел сам из этого самолета, развалившийся. Я переживала за него, как за очень близкого и родного человека, и он умер. И вот я сейчас смотрела, когда этот документальный фильм, вот я вспомнила опять все вот эти свои ощущения. И более того, когда сейчас в Бразилии упал самолет, вот опять с целой командой футболистов, ну, как бы я не сильный футбольный болельщик. Но вот это вот... И самолеты падают иногда, да, и бывает такое. И, конечно, я переживаю, сопереживаю, и мне очень жалко этих людей. Но вот чтобы так долго я переживала, это почему-то связано именно вот с ребятами либо нашей ярославской команды, либо вот этой вот бразильской команды, когда ты понимаешь, что это двадцатка прекрасных, молодых, талантливых, отборных ребят. И вот сразу и никого нет. Вот, ну да, вот такие иногда бывают новости, которые не отпускают долго.